Дорогие наши коллеги, дорогие участники нашей конференции Аналитикон, это действительно знаковое мероприятие для института и для университета. Это мероприятие зарекомендовало себя как объединение тех людей, которые хорошо разбираются в вопросах, связанных со самыми сложными вопросами логики, философии, разбираются в решении сложных интеллектуальных задач и готовы к решению современных задач, связанных с искусственным интеллектом. Поэтому всем присутствующим сегодня здесь и в онлайн пространстве я желаю хорошей работы, продуктивной и надеюсь, что именно здесь будут заложены основы для новых научных исследований. И я все-таки надеюсь, что именно из тех участников, которых объединяет данное мероприятие, создаться научная группа, научное объединение, научная лаборатория. Я знаю, что здесь присутствуют коллеги, вижу их, и мы уже несколько раз разговаривали о том, что необходимо создать такую лабораторию. Так вот, где-то в сентябре, в октябре в институте стартует собственный конкурс на создание научных лабораторий по перспективным направлениям. Поэтому есть возможность за лето подготовить хорошую заявку, сделать хороший задел. И именно сегодняшняя конференция, 10-я, юбилейная, она позволяет определить те фронтирные направления в этой научной сфере, которые на сегодняшний день есть. И подготовить хорошую заявку, которая, возможно, скажет потом серьезным научным направлением не только в Уральском гуманитарном институте, и не только в Уральском федеральном университете, но и войдет активно в мировую повестку. Поэтому хороших, интересных закладов, продуктивной работы, ну и, конечно же, чтобы здесь закладывались хорошие отношения, которые всегда являются основой для дальнейшей научной работы. Спасибо вам. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники, гости нашей конференции. Конференция у нас юбилейная, 10-я. Все начиналось в 2011 году по инициативе Льва Ламберова, Льва Дмитриевича, которого я поддержал. Мы провели первую конференцию «Урал-аналитикон». Сейчас мы проводим юбилейную. И я бы хотел поблагодарить нашу молодую команду, которая активно подключилась. Лев Бущин, Ольга Коцарева, Виктория Сухарева. Это движущая сила организации всего мероприятия. И они очень-очень много постарались. Я думаю, всем понравится и все оценят. Я бы хотел еще сказать, что аналитическая философия, она не развивается в безбушках. Аналитическая философия требует агоры, требует живой дискуссии. Аналитическая философия живет в критике, аргументации и так далее. И если убрать мои личные предпочтения, то мне прежде всего нравится в аналитической философии, что она стремится быть наукой, что она выходит за рамки идеологизированных форм философства, различных измов, которые питаются, так скажем, идеологическим подозрением. Идеологическое подозрение – это самое скверное. Что можно придумать для философии, которая в случае идеологического подозрения перестает быть философией. Перестает. Если ищутся какие-то классовые, сексуальные и так далее, мотивы, вместо того, чтобы обсуждать предмет, вместо того, чтобы устраивать объективную аргументацию, мне кажется, это всегда плохо. Наука и аналитическая философия, слава богу, избегает идеологического подозрения в любых формах. Вот прежде всего меня это восхищает, стремление быть наукой, избежание идеологии. Наука и идеология – вещи несовместимые. Их никак и ни в каком возможном мире совместить не удавалось и не удастся. Спасибо за внимание. Желаю успешно подискутировать и получить интересный результат. Уважаемые коллеги, я тоже, в свою очередь, хочу всех еще раз приветствовать сегодня. Мы крайне рады тому, что вам удалось до нас добраться. И надеемся, что наша конференция оправдает все ваши надежды, и мы сможем плодотворно подискутировать друг с другом, обсудить различные идеи и поделиться. Это 10-я юбилейная конференция. И вот в этот раз мы решили еще провести конкурс статей молодых исследователей. На самом деле мы даже не ожидали, что будет такой отплик. Довольно много у нас претендентов было на этот конкурс. И независимые эксперты, которых мы попросили оценить, анонимно оценить эти присланные нам работы, тоже высоко оценили статьи. Из-за того, что статей было так много, и они были такого высокого уровня, мы решили выделить несколько человек. Во-первых, у нас есть два лауреата, и у нас есть победитель. Хотя изначально мы планировали, что у нас будет только один победитель. В связи с этим мы хотим наградить наших лауреатов и, собственно, победителей. Значит, первым лауреатом у нас является Екатерина Алексеевна Мусатова. Пожалуйста. Это вам, это в научном лауреатом. Пошел. Так. Благодарность за подготовку. Интересно, вот на гласит. За какую работу? Название статьи. Название статьи. Название статьи. Она... Название статьи записано там. Сейчас. Проблема определения эффективности многоагентных систем. Вот такая вот статья. Следующий лауреат, которого мы хотим отметить за очень хорошую работу, это Индира Искантаровна Мухаммедшина. АПЛОДИСМЕНТОРА. 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 Которая отечитала статью «Поразительные возможности лям-тооператоров» и «Посибилистских квантеров» в модальных логиках первого порядка. Это вам, научному руководителю в лаборатории Мухаммедшина. И, наконец, мы переходим к нашему победителю. Победителем стал Данил Романович Мельников. К сожалению, он не смог к нам сегодня приехать, но он присутствует онлайн. Он представил статью «Сознание, восприятие, реальность. Проблема интеграции». Данил Романович, мы очень рады, что вы смогли поучаствовать в нашем конкурсе. Жаль, что не приехали лично. Значит, сертификаты и презенты, которые мы подготовили для победителя, мы вам как-нибудь по почте пришлем, наверное, или, не знаю, может быть, какой-нибудь посол у нас окажется в тех краях. Данил Романович из Ростова-на-Дону. Что ж, всем еще раз большое спасибо. На этом давайте открытие конференции закончим, перейдем непосредственно к докладам. У нас сейчас доклад представит Сергей Витальевич Никоненко. Сейчас дадим возможность показать криптам. Сергей, пожалуйста, если вы хотите показать слайды, то вы можете теперь поделиться экраном. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно? Да, слышно. Спасибо. Я хочу начать с выражения очень глубокой благодарности оргкомитету конференции Дмитрию Владимировичу Льву за возможность поучаствовать, выступить на конференции. И, видя такой представительный форум, я еще раз сожалею, что исключительно частное семейное обстоятельство не позволили мне приехать и посетить прекрасный город Екатеринбург, о чем я давно мечтаю. И в этой связи мой доклад будет состоять из двух частей. При этом я сразу хочу оговаривать, что я хорошо ознакомился с программой и вижу, что после моего доклада будет такой перерыв перед секциями, обед. Поэтому я, наверное, из своего часа, ну, минут 40-45 только выберу на речитатив, чтобы оставить время на дискуссию, чтобы она не распухла, не вышла сопределы регламента и так далее. Ну, начну я с чего, что литмотивом нашей конференции и, конечно, наверное, самым известным приглашенным докладчиком является Кристофер Пикок. И поэтому мой доклад будет состоять как бы из двух частей. Первая часть, примерно наполовину поделившись. Первая часть – это рассмотрение эпистемологических идей относительно неконцептуального содержания Кристофера Пикока. Ну, и во второй части я выскажу свои собственные соображения, которые в чем-то расходятся с идеями английского мэтра. Хочу вам показать небольшое предисловие, с чего начиналась моя знакомство с Кристофером Пикоком. Я не стал делать это слайд и просто покажу. Вот такой вот пожелтевший лес колесков бумаги, они пожелтели, потому что они относятся еще к где-то 2000 году, то есть им уже больше 20 лет. Когда я писал свою первую монографию «Английская философия XX века», я много работал тогда еще в публичной библиотеке и обнаружил там три книги Кристофера Пикока, которые для меня никто не читал практически, они были как новенькие, хотя изданы в 80-е годы. И их я прочел, и вот тогда я убедился, что Кристофер Пикок – это, вне всякого сомнения, фигура чрезвычайно выдающаяся и очень загадочная. И вот прошло уже 25 лет, а Кристофер Пикок остается очень загадочной фигурой все равно в нашей стране, вот даже среди специалистов по аналитической философии. Ну и результатом моего первого такого ознакомства с Кристофером Пикоком стало то, что, пожалуй, наверное, самым первым, ну так мне выпало, я не вижу здесь какой-то заслуги, мне выпало написать шестистраничный очерк своей монографии об идеях Кристофера Пикока. На мой взгляд, никто раньше так вот не писал. И в этой связи я хотел бы рассказать вам о некоторых идеях и вообще в целом о подходе. Дело все в том, что неконцептуальное содержание и Кристофер Пикок – это вот эти два слова, да, вот Кристофер Пикок, неконцептуальное содержание, они не сразу встретились. На самом деле считается, что и сам Пикок так считает, и исследователи в Англии и США творчества Пикока, они считают, что все-таки начало 90-х годов – это время обращения Пикока к эпистемологии, именно потому что Пикок начинал скорее как философ психологии. Термин «философская психология», он давно существует в аналитической традиции. И поэтому вот, допустим, вот если взять труд «Sense and Content», чувства и содержания, то вот я даже когда-то еще в очень далеком 99-м году сделал пометку, что в основном содержание этой монографии является скорее психологией, содержание философией. И поэтому вот у Пикока была своя вот интеллектуальная биография от философской психологии к эпистемологии, прежде всего эпистемологии чувственного представления, эпистемологии опыта. И вот далее в течение 90-х годов поворот к так называемой нормативной теории, которая все больше и больше двигалась в сторону моральной философии. И вот, насколько я понимаю, сегодня в завершении, как я вот начинаю, где-нибудь завершать будет Кристофер Пикок, он представит вот свои идеи, свои вот уже современные, ну как многие пишут, поздние философии, уже ориентированные на моральную философию. Ну, на самом деле, здесь надо поставить вопрос, а кто предложил концепт, неконцептуальное содержание, предложил его не Пикок, предложил его один из самых, тоже в нашей стране до сих пор малоизученных аналитических философов, на мой взгляд, чрезвычайно яркий гений. И я думаю, что те, кто занимается особенно логикой, прекрасно это знают, Гарри Теванс, в своей многократно цитируемой книге The Varieties of Reference, он в эпистемологической части и предложил концепт неконцептуального содержания. Но кропотливые историки этого понятия считают, что еще даже до Эванса в Грецке, даже в одной из своих работ 1969 года писал примерно о очень схожем, хотя я не называл это такой категорией. Поэтому мы можем признать, что так или иначе, на протяжении более 30 лет Пикок занимается и разрабатывает вот эту вот идею. И в чем суть идеи неконцептуального содержания? На самом деле, эта идея никогда не прописывалась догматически. Она с самого начала вот и у Эванса, и у Пикока, и у других философов, кстати, неконцептуальным содержанием занимаются представители аналитической философии с очень видными именами. Так или иначе, этому уделял внимание и Макдауэлл, Брюэр, Келли, Вермудес и целый ряд, естественно, Андрецкий уже упомянутый. И в этой связи здесь как можно определить? Неконцептуальное содержание – это такое содержание опыта, которое не может существовать и быть осознанным субъектом тогда, когда еще оно не оформлено в виде понятий, концептов. То есть получается, что речь идет о том, что некие данные, несмотря на то, что их когда-то Сиэлос раскритиковал, все равно так или иначе чувственные данные существуют, они формируются исключительно в пространстве опыта. А теория, согласно которой все содержание опыта так или иначе может быть формализовано в понятиях, то есть кантианские ориентированные теории, или более современная модификация, что все содержание опыта так или иначе может быть выражено в языке, они вот с точки зрения сторонников идеи неконцептуального содержания, они являются лучшими. И вот здесь вот мы можем немножко поцитировать идеи Кристофера Пикока из его самых разных источников. Прежде всего, я хотел бы отметить, что Пикок, он ставит какой у него самый главный вопрос, когда он подошел к идее неконцептуального содержания. Он ставит вопрос о том, что может ли опыт быть онтологически укоренен в реальности, причем напрямую, а без посредства нашего разума. И на этот вопрос Пикок так или иначе выражает, высказывается положительно. То есть мы можем считать, что Пикок в какой-то степени следует Эвансу в его попытке определенного реванша против сторонников чисто фрегианского подхода к семантике, к анализу того, что Пикок и другие аналитики называют контент, то есть содержание, причем не ваше содержание ничего, содержание нашего опыта, содержание понятий, еще чего-либо. И здесь мы видим, что Пикок, он выходит на позицию, которая им же самим во многом активно продвигалась и получила название экстернализм. То есть, ну, все прекрасно понимают, от какого прилагательного образовано это понятие. Суть экстернализма сводится к следующему, да, что так и как бы мы ни пытались концептуализировать содержание нашего опыта или любого даже другого вида познания, все равно будет оставаться некий в итоге остаток, который будет относиться к чему-то за пределами нашего опыта и нашего сознания в целом. То есть, получается, что вот Пикок действительно подходит к этой точке зрения и здесь мы можем отметить, да, что позиция Пикока, она изначально амбивалентна. То есть, в чем сложность этой позиции, что ее нельзя вот зафиксировать в какой-то лагерь. Вот, допустим, позицию Позрева Патнема, к примеру, или позицию Куайна, в принципе, можно зафиксировать, как такую ярко выраженную догматическую позицию, термонологически зафиксировать, ну, допустим, внутренний реализм или теория непереводимости. У Пикока присутствует изначальная амбивалентность. То есть, с одной стороны, Пикок вот заявляет, что он экстернарист, что он сторонне тяготеет к реалистическому пониманию опыта, что в какой-то степени у Пикока постоянно присутствуют россиянские нотки. Мало того, Пикок в условиях конца 80-х годов реанимировал категорию, которая была на то время чрезвычайно забыта. И именно благодаря Пикоку эту категорию опять стали обсуждать. Это категория эквейнбанс, то есть, как классически на русский язык перевел еще Колесников, знание по знакомству у Рассела. И получается, что вот в этой связи мы можем записать Пикока в сторонников новейшего реализма, для лицемианского типа и так далее. Но не тут-то было. Не тут-то было. Когда мы обращаем внимание на то, как Пикок судит о результате, собственно говоря, неконцептуального содержания, то мы вдруг видим, что Пикок реалист превращается в сторонника позиции, крайне близкой к позиции, чуть ли не релятивистской. И это выражается во втором его центральном понятии, которое вот, если понятие неконцептуального содержания все-таки не чисто Пикоковское, здесь он его разделяет с очень многими, то вот это вот чисто Пикоковское понятие, которое сейчас употребляется, конечно, огромным множеством аналитиков, так называемый сценарий или сценарный подход. То есть действительно это понятие до того, как его Пикок предложил, отсутствовало. То есть Пикок пытается показать, что на самом деле вот содержание нашего опыта, оно является неконцептуальным, но оформление нашего опыта является концептуальным по своей сути в виде того, что он называет сценарий. И на самом деле вот здесь, учитывая то, что Пикок, как и очень многие философы нашего времени, так или иначе очень тесно обращается к некоторым идеям, не только аналитической, но и континентальной традиции, то здесь мы можем увидеть развитие в какой-то степени вот концепта и Дэвидсона, концептуальной схемы в виде сценария. Но прежде всего, мне кажется, что вот сценарий, это Пикок просто не хочет использовать двусмысленное для аналитической традиции выражение дискурс, которое очень активно используют другие, очень многие авторы, он тщательно избегает концепта дискурс, но тем не менее увидеть какие-то существенные различия между сценариями и дискурсом вряд ли возможно, за исключением того, что по поводу сценариев, то есть некоторых таких объяснительных концептуальных схем изначально дедуктивно-гипотетического содержания, мы не видим здесь какой-то, то есть Пикок не пытается построить метафизику дискурса, как это делают французы, он для него сценарий это действительно что-то очень похожее на концептуальные схемы Дэвидсона, и в этой связи вот здесь возникает теоретический зазор у Пикока между, собственно говоря, вот этими двумя частями его системы, поэтому совершенно не случайно английский философ заполнил этот зазор идеей нормативности, это такая тоже характерная для 80 тысяч идея в аналитической философии, начиная с 1980-х годов, вспомним, как тот же Хилари Паттнен, к примеру, в своей книге 1982 года «Разум истинная история» он фактически обратился к идеям ценности, истории, морали, что вызвало на то время определенный шок среди его поклонников, как это так, чистый эпистемолог обращается вдруг туда, идет в эту сферу, но Пикок тоже пошел по этому пути, то есть он полагает, что сценарии, они имеют не только концептуальный смысл, но и так называемый нормативный смысл, то есть они имеют и практическое значение, а не только теоретическое. Вот я хотел бы несколько высказываний Пикока просто привести, вот причем без особых пауз, чтобы вы увидели, как Пикок рассуждает в своих трудах, вот так сказать, и просто подбор нескольких цитат из Христофа Пикока. Вот первое из них. «Если хоть какое-то решение возможно, то обладание понятиями уже не является чисто описательно объяснительным вопросом». Второе высказывание. «Бессмысленно доказывать, что от предпосылки субъект должен обладать некоторыми понятиями, используемыми в содержании определенного сценария, можно переходить к такому выводу. Это содержание сценария является концептуальным содержанием». Еще одно высказывание Пикока. «Я собираюсь доказать, что очищенный от несущественных эпистемологических допущений принцип знакомства выводит адекватную и фундаментальную схему для описания содержания». И далее. «Кажется уместным допустить следующий общий тезис. Тожество любого утверждения с интенциональным содержанием есть нечто, по крайней мере, частично подтверждающее тот факт, что при определенных обстоятельствах это утверждение может обосновать или быть обоснованным посредством относительные свойства внешних объектов или событий». И вот очень важное высказывание из работы Пикока 1994 года под названием «Содержание, вычисление и экстернализм», опубликованное в журнале «Mightman Language». Моя позиция утверждает, что ничто не может быть внутренней репрезентацией чего-либо. И она согласуется с тем, что для репрезентации внешнего содержания внутренние факты относительно употребления подсистемы репрезентации не могут изменить это содержание. То есть, и вот здесь Пикок уделяет внимание некоторым терминам в духе теоретиков сознания. Пикок однажды очень удачно использует, ставший чрезвычайно модным, особенно после Чалгерса, термин «супервентность». Он пишет следующее, что «каждая истина супервентна по отношению к чистой дескриптивной истине». То есть, получается, что здесь с одной стороны можно так понимать, и поздний Пикок так или иначе смягчает свою экстерналистскую позицию, смягчает идею, что есть чисто неконцептуальное содержание. Это даже получило в литературе соответствующее название, которое Пикок, получается, критикует тезис о том, что существует некое исключительно неконцептуальное содержание. И вот здесь надо понимать, то есть Пикок изо всех сил не хочет превратиться в такого вот чистого эмпирика, и тем более не перейти на позиции чего-то подобного чистому эмпиризму или даже сенсуализму. Поэтому вот введем даже Пикоком в литературу такое понятие, как автономный тезис автономности. И здесь Пикок пишет, что на своем основном уровне вот концептуальное и неконцептуальное содержание должны проявляться так или иначе спонтанно. То есть Пикок, он не хочет построить метафизику вокруг своей эпистемологии. То есть он просто фактически, вот почему Пикок близок к постмодернизму и почему он очень, о нем часто высоко отзывались некоторые признанные теоретики того, что он может назвать аналитическим постмодернизмом, тот же Рортик, к примеру, или Фиарабин, вот, и целый ряд других. А именно то, что Пикок, он в какой-то момент вот наподобие Уинфреда Селарса или Гарри Т. Эванса может позволить ситуации оставаться такой, какая она есть, не пытаясь подогнать ее в прокрустовое ложе даже собственной консенсии. То есть, читая Пикока, мы можем увидеть, что вот есть уровень нашего сознания, так или иначе восходящих логики и метафизики, а есть скорее эпистемологический, психологический уровень, собственно говоря, вот этого неконцептуального содержания, когда предметы действительно воспринимаются как, скорее, внешние предметы, и вот этот принцип внешности, он является первостепенным, а в свою очередь познание воспринимается, скорее, действительно, как некое знакомство, а не как интенциональное какое-то проникновение в предмет. И дальше Пикоку, вот он может оставить эту ситуацию как есть, это не означает какой-то теоретической слабости британского философа, просто он действительно во многих отношениях дуалист, эпистемологический дуалист относительно рационального и эмпирического познания, и относительно, прежде всего, рациональности и чувственности, как таковой, то есть он действительно считает, что это взаимодополняющие, коммуницирующие, но имеющие индивидуальность, познавательные уровни, и поэтому то, что еще Кант назвал чувственностью, оно имеет некоторые какие-то качества и свойства, которые не то, что неконцептуализированы, а их принципиально невозможно концептуализировать, и вот, прежде всего, вот этот Тарасиловский принцип знакомства, к примеру, его нельзя концептуализировать, то есть действительно мало чего изменилось со времен Лока, чтобы убедиться, в чем вкус апельсина, нужно попробовать этот апельсин, и мы можем анализировать только непосредственное, в данном случае, восприятие субъекта, если мы уберем это непосредственное восприятие субъекта и будем анализировать вкус апельсина вообще, то это уже Пикер как раз и критикует, то есть он считает, что сторонники интернализма резко переоценивают значимость концептуальных схем. В познании они считают, что сам мир может быть выстроен вокруг концептуальной схемы, что совершенно неверно, вот, и в этой связи, вот, я не зря говорил, что Пикер как в своих книгах о своих монографиях 80-1980-х годов, таких монографиях, как чувство и содержание, прежде всего, да, вот, а и в монографии мысли, двоеточие, исследования, содержания, он еще подходил вообще вот к проблематике эпистемологии с психологических позиций. То есть, и вот этот аспект, я думаю, он у Пикока все время остается, то есть это резко выделяет Пикока на фоне многих других аналитиков, которые часто выступают скорее логицистами эпистемологии, нежели вот сторонниками вот такого подхода, хотя Пикок никогда не заявлял о своей тесной близости с лингвистической философией и вообще он не уделяет очень большого внимания такого детальному анализу именно лингвистическому и нечасто, кстати, даже термин язык использует в своих сочинениях, он, тем не менее, очень серьезно продолжает некоторые диспозиционалистские взгляды и теории, характерные для Райла, для Рудхада Селлорса и некоторых для Дэвидсона и других аналитиков прошлой эпохи, на которых он, конечно, опирается. Вот еще, близблизи к завершению своей первой части, я хотел бы еще отметить, что Пикок в одном из мест одной из своих работ он тоже уделил внимание так называемым измам, которые так модны в наше время, и вот придумал два таких длинных, длинных, тяжеловесных изма, и один из главных принципов своей философии он выразил так, «манифестационизм without verificationism». То есть, как перевести на русский «манифестационизм», я не понимаю. Ну, давайте просто оставим «манифестация». То есть, любая манифестация, любое выражение, любое выражение, оно может существовать без необходимости «верификационизм». Ну, этот термин в литературе активно используется, этот изм. То есть, получается, что, как вот в одном из мест, и как очень хорошо выразился в духе, на мой взгляд, близком к Рорте, что наш разум не должен быть каким-то, знаете, внутренним цензором любой информации, претендующей на статус познания. Наш разум просто должен заниматься своей деятельностью, своей работой, оставляя возможность другим, способностям выполнять собственную работу там, где они это делают хорошо. И в этом смысле получается, что... Почему манифестация без велификационизма? Просто потому, что вот, когда, допустим, мы смотрим в окно и видим, что, вот, допустим, я сейчас за несколько тысяч километров от здесь присутствующих, вот я смотрю в окно, и перед которым сижу, и вижу, что практически небо ясное. И получается, что вот здесь, собственно говоря, вот теория, которой склоняется Пикок, она не требует велификации. То есть он в этом плане вступает в косвенную, очень такую длительную полемику с Айером, с Строссоном, некоторыми другими эпистемологами, которые вот шли по пути велификационизма. И он действительно в какой-то степени пытается обернуться к Расселу в обращении к Расселовскому знаменитому принципу эпистемологическому знакомству. Он не видит ничего зазорного, потому что характерная суть аналитической традиции заключается в том, что в ней есть, на мой взгляд, пять или шесть фигур, к которым будут обращаться всегда, и они не стареют, и они как бы живут в то же время. Вот Рассел, Вильштейн, Куайн, они как бы вот среди нас тоже присутствуют, если мы в менталитете аналитиков. Нам это трудно русским понять, потому что мы все-таки историцисты, мы любим все оценивать с точки зрения истории, какой-то логики развития, у них немножко все по-другому. То есть в этой связи вот я, завершая эпикок, хочу сказать, что, на мой взгляд, действительно в области вот именно анализа непосредственного содержания ощущений, пикок выступает, пусть и психологически ориентированным, кто-то может посчитать, что это действительно форма идеализма, он все-таки выступает, на мой взгляд, реалистом. То есть он, о чем свидетельствует его экстроналистская позиция, от которой пикок, на мой взгляд, и поныне не отказался, насколько можно судить по его, в частности, вот последним работам, которые действительно, так или иначе, не все можно даже, увы, прочитать, учитывая труднодоступность этих работ, но тем не менее, вот в последних работах, все равно, мне кажется, пикок сохраняет экстроналистскую позицию. Вот, но с другой стороны, собственно говоря, в области собственной эпистемологической, то есть при решении главного эпистемологического вопроса вообще, а именно как вот это содержание нашего опыта формулируется в виде сценариев, все-таки пикок оказывается довольно ярко выраженным идеалистом, то есть он сторонник того, что все-таки сценарии формулируются дискурсивно, и во многих отношениях это не самый лучший вообще способ формирования сценариев, ввиду того, что очень много теряется от непосредственного содержания опыта, но другого способа концептуализировать опыт он не видит. Это вот в это же затруднение попали, ну, допустим, аналитические философы-историки, тот же Анкер Смит, когда вроде бы он высказал такую гениальную идею, она считается, на мой взгляд, центральной идеей в философии истории начала 21 века, именно, что во многих задачах историков будет решена, если удастся реконструировать не только события прошлого, или не только проинтерпетировать текст, но и удастся реконструировать опыт человека прошлого. То есть, какой был опыт у Цезаря, у Наполеона, там, у Кромеля, у Бориса Годунова, да? Но другое дело, что, а как это сделать практически? Да если даже теоретически есть огромные сложности. И вот здесь, получается, вот в области эпистемологии Пикок тоже попал, вот увидел эти сложности. То есть, санарный подход, это вовсе не панацея. В том смысле, что ни один сценарий, во-первых, не бывает полным, законченным, завершенным. Сценарий в этом плане является, понимается, Пикоком в духе скорее символическом, нежели концептуальном. И вот я уже не один год исследую идеи символизма в аналитической философии, особенно в поздней аналитической философии. И так или иначе, этот термин очень часто употребляется, при этом часто употребляется в словосочетании символический реализм, вот, или даже наоборот реалистический символизм. Но, на мой взгляд, Пикок очень хорошо укладывается в современную парадигму аналитической философии, ввиду того, что, разочаровавшись в лингвистическом подходе и совершенно явно не собираясь возвращаться к универсалистским подходам начала 20 века, эпохи неореализма, все больше и больше набирает силу, вот, собственно говоря, символическое представление любого концепта. И здесь, я вот с этим связываю поворот и Пикока, и Серла, и Патнема, и других авторов к идеям, которые, если бы воскресли некоторые ранние аналитики, они бы ужаснулись, тоже Карнат, к примеру, или даже Рассел, идея интенциональности, как, возможно, идея интенциональности в рамках аналитического подхода. Ну, вот мы видим, что уже более 30 лет, как она возможна, особенно после трудов Джона Серла. И Пикок в этом плане, он тоже интенционалист в том смысле, что какая вот идея относительно интенциональной вот этой вот подхода, она не так часто обсуждается, но она тем не менее присутствует у Гуселя, допустим, печатная. Так или иначе, она угадывалась и у чрезвычайно частно, любимого и цитируемого аналитиками Мейнонга, вот буквально на днях они многие книгу «Жакета» перевели, да, вот, то есть, и выпустили, вернее, конечно. Здесь вот этот вот термин, который неоднократно используется, эдетическое, да, вот, на самом деле он важен, и это не зря, вот, допустим, еще и говорят о так называемой эстетизации опыта, эстетический поворот, вот, ну, прямо он выразился, пожалуй, пока только в политике, благодаря вот концепции Анкер-Смита об эстетической политике, но так или иначе об эстетизации опыта говорится уже довольно давно, более 20 лет, начиная с 2000-х годов, вот этот поворот становится все более очевидным, и здесь речь идет вот о чем, о том, что, собственно говоря, эпистемология эпикака и вообще современная аналитическая эпистемология, она в какой-то степени отходит и окончательно прорывает со своей сенсуалистической основой, то есть, конечно, чувственный опыт на нейрофизиологическом уровне, он чрезвычайно интересен, но он скорее уже выводится в какую-то более специализированную сферу философии сознания, где уже чисто метафизическое рассмотрение в духе Лока и Юма вряд ли представляется перспективным, а на первый план выходит вот этот вот эстетически преобразованный опыт, который некоторые современные философы прямо называют эдетическим опытом, или, к примеру, есть другой еще родственный очень концерт sublime experience, то есть, как возвышенный опыт, или, так сказать, преобразованный опыт, и на самом деле в этом плане, вот учитывая то, что Пи как активно очень идет в сторону нормативной философии и в сторону моральной философии, то я думаю, что здесь вот этот вектор совершенно оправдан, почему, потому что в моральной философии ведь нравственный опыт субъекта он же тоже эстетизируется, то есть, моральный философ, он анализирует не какие-то рядовые, обычные проявления так называемого морального чувства, как еще Смит когда-то выразился, Адам Смит, речь идет о каких-то феноменах, которые обладают относительной устойчивостью и поэтому могут быть концептуализированы с помощью соответствующих моральных понятий, таких там как порядочное, правильное, злое, многие-многие другие, и в этой связи, допустим, в области этики вполне нормально анализировать некие типические, то есть, именно типические проявления индивидуальных восприятий субъекта, а почему-то в эпистемологии полагают часто, что вот типические представления, они обязательно вот уникальность и индивидуальность чувственного восприятия отдельно взятого субъекта, они ликвидируют, убьют, и вот возникает такой невоимизм, который индивидуализирует наш опыт вплоть до того, что один отдельно взятый субъект не может воспринимать одно и то же дважды схоже, одинаково, он каждый раз будет по-разному, но это в стиле знаменитого высказывания Фуко, что каждый день я просыпаюсь как новый Фуко, и в этой связи вот я хочу сказать, что на самом деле среди вот этого потока, потока нашего опыта, как субъективного опыта, в данном случае индивидуального субъекта, все равно можно выделить некоторые формы, которые действительно относятся к тому, что Джон Сёрл отнес в своей книге 2007 года к коллективной интенциональности, то есть нельзя подходить с позиции индивидуальной субъективной интенциональности, есть какие-то проявления опыта, которые так или иначе культурно оформленные, то есть это вот в этом смысле почему допустим можно говорить об каких-то феноменах опыта, связанных с допустим исторической эпохой, допустим опыт ренессанса, или допустим художественные представления ренессанса, например, вот здесь мы видим, что да, это опыт, но это уже нескоренной опыт, который действительно относится к чему-то другому, когда мы так или иначе мы говорим о результате, а не о процессе вот этого возвышенного опыта, мы говорим о картине Рефаэля, анализируем ее пространство, содержание, смысл, а не о том новом опыте, который ей предшествовал, и тем более нам часто не всегда интересно, хотя для искусствоведа и для пытливого любителя живописи это страшно интересно, но согласитесь, что нам не всегда интересно анализировать индивидуальный частный опыт Рефаэля, который предшествовал скорее всего совершенно точно написанию его гениальных фресок типа афинской школы и так далее и тому подобное. То есть получается, что здесь у нас возникают серьезные большие затруднения и так или иначе мы можем здесь если вот все-таки держаться линии Пикака считать, что на самом деле вот теория Пикака и другие современные теории эстемиологические они допускают все-таки наличие двух опыта и если мы будем пытаться их свести к чему-то одному мы потерпим очень серьезную теоретическую неудачу. Скорее всего вот теория сценариев относится все-таки вот к этому возвышенному элитическому опыту и так или иначе она вот сценарий он так или иначе все равно оформляется в виде скорее не теории а скорее в виде нарратива но этот нарратив не обязательно должен быть публичным как нарратив который формирует историк то есть историк формулирует нарратив с явной претензией на опубликование чтобы современники а возможно потомки этот предложенный им нарратив прочитали восприняли оценили а нарратив вот этого сценария то есть некой дискурсивной картины которую мы формируем на основе нашего опыта он может быть оставаться в приватном пространстве то есть он может никуда не выходить мы можем его вообще никого не выражать или выражать только в сфере исключительно внутреннего диалога или того что классические немцы называли самосознанием да то есть получается что здесь вот такие вот сюжеты присутствуют и действительно как пишет в одном из положений логика философского трактата Витгенштейн для точного определения существенно лишь то что оно есть просто описание символов и ничего не высказывает об обозначающем то есть вот получается что если перевести вот этот логический принцип Витгенштейна в сферу эпистемологии то действительно в какой-то степени вот если брать какой-то чистый акт опыта как чистый акт восприятия то оказывается для него наиболее существенное собственно говоря содержание того что достигается с точки зрения непосредственного знакомства а все прочее это некая надстройка некая интерпретационная уже матрица которая позволяет это непосредственное содержание вида изменить включить в какую-то взаимосвязь других актов опыта превратить вот в то что пи как называют сценарий сделать поместить этот опыт в какую-то дискуссивную модель ну и так далее и тому подобное то есть получается что вот как Витгенштейн когда-то писал что собственно говоря мысль по большому счету это то что высказывается исключительно как чистая мысль так и наверное опыт это то что существует как чистый опыт вот действительно как чисто внешний опыт external experience да поэтому получается что в этом смысле принцип классических эмпириков он в какой-то степени по-прежнему существует в эпистемологии в частности эпистемологии Пикока вот еще Лок к примеру писал а Юм эту теорию развил относительно особенно языка слова частого употребления легко вызывают идеи от постоянного употребления между определенными звуками и идеями которые не обозначаются образуется столь тесная связь что название когда их слышат почти так же легко вызывает определенные идеи как если бы сами предметы то есть получается что вот во многом назначение сценариев которые предложил Пикок заключается в том что существует мы живем в рамках довольно большого количества учитывая сложность человеческого человеческого сознания его многогранность причем очень трудно даже редуцируемую к какому-то конечному набору принципов почему кстати и провалилась вычислительная теория в том числе в эволюции того же Сеола и Патмана к примеру а именно что мы живем в рамках довольно большого количества вот этих эпистемиологических сценариев и в ситуациях нашего восприятия мы чаще всего вот как по аналогии с этим Локовским тезисом мы сценарий превращаем в потер шаблон то есть сценарий это не только концептуальные схемы но это еще и потер то есть это некие какие-то наиболее типические ассоциативные механизмы или алгоритмы которые позволяют нам крайне быстро без излишней траты умственных в данном случае не умственных а чувственных сил связать вот это ощущение с каким-то шаблоном и получается что вот этот схематизм он может с точки зрения теории сценариев он поменяется не к рассудку как у Канта он поменяется собственно говоря вот к опыту и здесь конечно получается что без символизма мы обойтись не можем вот для чего и нужен на мой взгляд символизм то есть символизм он и лежит в основе вот этого проводника между практически мгновенным уровнем восприятия и уровнем интерпретации этого восприятия и далее включением этого восприятия в совокупность других восприятий вот то есть это часто проходит очень-очень-очень быстро очень быстро и эти стадии субъект часто вот даже не анализирует и даже в какой-то степени не осознает это не значит что они бессознательны как у фрейлистов но они просто они отработают скорее нечто здесь отработано до автоматизма вот и получается что вот я вижу много деревьев много деревьев много деревьев вот вижу особенно в городе это резко выделяется дома 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 и вдруг я вижу такой-то зеленый массив я сразу вижу много деревьев деревья зеленые парк и вот здесь получается что вот работает сценарный подход пикока в том плане что я практически мгновенно перехожу от идеи непосредственно восприятия вот этого пейзажа к некой такой вот даже не идеи а скорее действительно просто некому слову парк или лес и почему здесь имеется принципиально неконцептуальное содержание потому что да в рамках некоторых наук того же искусствоведения или лесной промышленности термин лес или парк термин лес или парк это вполне термины которые могут проводиться априори но согласитесь здесь не та ситуация здесь не та ситуация да и здесь скорее мы идем от того что вот мы увидели нечто да потом мы это нечто назвали и вот это нечто названное оно может быть конечно оторвано в виде и превращено в концепт но какого-то смысла превращать допустим в данном случае термин парк или сад или лес в концепт перспективы в этом нет никакой особо вполне достаточно того что это будет неким символически трактованным понятием которое позволяет обобщить определенную область реальности связав ее с определенным каким-то ярко выраженным восприятием то есть получается что здесь вообще этот процесс еще когда-то начал Альфред Уайтхит обсуждать в своей очень тоненькой маленькой книжке под названием символизм его смысл воздействия когда-то Уайтхит писал что символизм от самых элементарных актов восприятия к простейшим обобщающим понятиям эмпирического уровня он является вполне естественным для любой эпистемологии вот то есть вот такие вот пожалуй идеи я хотел бы отметить да и действительно никакой язык почему вот у Пикока Пикок был один из тех теоретиков который отошел от лингвистического подхода и во многом тоже двигал аналитическую философию от языка к опыту на этом пути который сейчас это сейчас мы можем считать что он завершен а для Пикока это был серьезный процесс очень долгий трудный тернистый вот и тем менее Пикок был одним из наиболее ярких аналитиков который отошел от понятия лэнгридж в сторону понятия экспириенс сэнс контент и таких вот понятий которыми он в основном оперирует потому что он вот в этом плане пытается восстановить юморскую и во многом расиловскую точку зрения отчасти муровскую что никакой язык и вообще никакой лингвистический или концептуальный анализ не способен передать всех оттенков нашего опыта и всех символических значений которые ассоциативно возникают по этому поводу особенно в тех случаях если этот опыт эстетизируется становится возвышенным ну как допустим художественный опыт или исторический опыт или моральный опыт в данном случае мы видим какое-то уже радикальное бессилие постичь постичь его и концептуально схватить тогда как на уровне собственно говоря вот это вот это непосредственное эмпирической действительности он постигается иначе он скорее получается что вот моральный принцип он должен быть прочувствован субъектом а не только им осознан вот это вот тоже один из тезисов Пикака и я как многие из вас заинтригован что же Кристофер Пикак нам сегодня расскажет но тем не менее вот в одной из работ Пикака я примерно такой у него читал поэтому пожалуй здесь вот наступает такой момент когда я хотел бы сделать какой-то вывод не исчерпав того что я хотел вам рассказать я чувствую что просто время которое я проанонсировал оно исчезает я хотел вывод такой что не всякого сомнения не концептуальное содержание оно существует это это действительность это это не какое-то метафизическое предположение или эпистемологическое предположение как бы мы не пытались концептуализировать содержание нашего познания вообще и особенно опыта все равно будет оставаться некий неконцептуализируемый остаток и нам придется применять другие эпистемологические аналитические подходы для того чтобы вот этот вот постичь этот неконцептуальный характер опыта и только тогда и когда мы эти подходы найдем это не это не будет каким-то остатком это мы перестанем относиться презрительно к неконцептуальному содержанию как какому-то знаете остатку который разум не может охватить и это значит он не так важен мы увидим некую уникальность некая я бы сказал важнейшая прежде всего для человека для вот этого гуманистически понимаемого реализма который предложил Паттон и во многом и Пикок действительность что в какой-то степени возможно вообще сама программа концептуализма которая особенно берет новый второй и особенно активный импульс начиная с Декарта и Картезианства она во многом является односторонней ошибочной в чем-то огрубляющей сложнейшую картину нашего представления которое гораздо сложнее чем полагали классики и философии прошлого и в этой связи вот в течение последней недели я каждый день размышлял о обиде Кристофера Пикока о современных тенденциях эпистемологии и хочу сказать что вот эта вот сложность этой эпистемологии определенная дуалистичность недоговоренность местами метафоричность как допустим что мы видим допустим в такой категории как сценарий вот она на мой взгляд свидетельствует о том что уже это эпистемология иной парадигмы это та эпистемология где наконец-то опыт заявила своей автономности в том плане что опыт не может пониматься ни через концепт ни через слово или имя в языке вот то есть получается что вполне возможно что эпистемология либо полностью станет эпистемологией исключительно опыта либо в ней возникнет возникает и формируется раздел где мы должны понимать опыт исключительно исходя из самого опыта вот то есть вот такие вот мои размышления которые в свою очередь являются не эпилогом к докладу а скорее началом каких-то моих дальнейших новых размышлений которые будут продолжаться большое спасибо вам за внимание большое спасибо Сергей какие вопросы у вас будут нашему докладчику пожалуйста слышно да Сергей я вообще не специалист в аналитической философии философии но мне вот интересно что собственно нового применил Пикок вашей интерпретации потому что мне показалось что ничего нового относительно идеи Винштейна в плане языковых игр семейных сходств и концепции сократическая ошибка и традиция то есть ничего нового нет все уже как будто было сказано вот и это похоже на изобретение велосипеда или я просто не внимательно слышу я думаю что здесь мой ответ будет отчасти вполне прямой отчасти слегка изоповский на ваш доклад давайте немножко потерпим ближе к вечеру мы самоопья послушаем второй вопрос чисто от себя я хочу сказать следующее что мой доклад конец уже ориентирован на именно скорее специалистов аналитической философии но это вполне законно и вполне обоснованно ваше стремление как не специалисту тоже понимать на самом деле конечно же пикок ни в коем случае не является гигиншинянсом я это пытался подчеркнуть в своем докладе то есть пикок уже относится к той группе исследователей которые не видят перспективности в лингвистическом подходе второе теорию семейных сход с пикок никак не разрабатывает и вообще он считает что аналогии между тем что он предлагает обозначать как сценарий или ассоциации между различными интерпретациями наших актов опыта они не строятся по принципу который характерен между коммуникацией между языками не строится по принципу вот какой как я обозначил по принципу символизма то есть в том плане что мы наши ассоциации допустим я вообразим себе что я вот чувствую родственность с опытом Витгенштейна по поводу чего-то с его представлениями и вот в данном случае получается что философы типа пикока они полагают что здесь речь идет не о неком сходстве языков а о неком сходстве вот этих сценариев скорее дискурсивном сходстве которое во многом достигается непосредственно на уровне вот того что Дэвидсон обозначал как интерпретация и доверие черепи доверие то есть возникает некая искра которая позволяет допустим увидеть конгениальность между мной и Витгенштейном и в этом смысле вот так подход и пикока и во многом подход который я очень осторожно обозначал я подчинил себя конечно же идеям пикока в этом докладе но кое-что высказал вот на мой взгляд вот символическая трактовка опыта принципы гуманистической или человеческой ориентированной формы реализма которые стоят за идеями типа идей кристофера пикока они уже не предполагают активного использования идей позднего Витгенштейна во многом отношении противоположны и враждебны даже этим идеям конфликтуруют то есть такие вот здесь жалко что не переведена на русский язык книга Гарри Т. Эванса способа референции где он навел так сказать порядок в истории логики современной дорасселовская логика дорасселовская логика и пострасселовская логика и Витгенштейну в этом схеме какого-то исключительного места не нашлось вот то есть получается что вот в этом смысле да вот здесь ваш вопрос еще чем интересен что так или иначе все время будут еще очень я думаю пройдет еще не одно десятилетие как будет спрашивать а как с этим Витгенштейн связан с подходом типа пикака а не является ли это изобретением велосипеда на основе Витгенштейна ну вот несмотря на важнейшее колоссально важнейшее значение Витгенштейна в современной аналитической эпистемологии сформированы антивитгеншинянские подходы один из них это подход пикака отлично еще какие вопросы пожалуйста Сергей Дорьевич можно два вопроса довольно пустя один касается неконцептуального содержания а другой касается понятия символического насколько я думаю структур вашего аналитической большого значения вопрос вопрос oso отом возникает изложение что в вашем изложении для каких и неконцептуального содержания идея наличия неконцептуального содержания неконцептуризированного каким-то образом принципиально важна не могли бы вы потом считать что она для нее принципиально важна потому что у меня не складывается что она принципиально важна, у меня есть впечатление, что у него техническое значение играет, то есть у него есть вопрос о том, каков наш entitlement, у кого наше право на переход неконцептуального содержания к концентуализированному, он решает такого рода вопросы, но условно говоря, это не Макдаву, это не случай, когда нам принципиально важно находять, что неконцептуальное содержание есть, а неконцептуального содержания нет. Для Макдавуа, где у него концептуальный нигде не заканчивается, для него, конечно, это центральная тема, и мне показалось, что для Пика это центральная тема. Но может быть, я всего далеко почитал, я хуже знаком, очевидно, с ранними работами, чем вы, и может быть, действительно, там для него это как будто играет центральную роль. Не могли бы вы тогда объяснить, почему центральную роль она играет? Первый вопрос. Буквально в двух словах, не надо развернуть. И второй вопрос. Это вот насчет понятия символического. Насколько я понял, вы определенным образом объяснили концептуализированный опыт вот через понятие символического. Я правильно понимаю? То есть, как до такого подошло, да? Обычно Пикока относят не к фрагианцам, но мне кажется, не к без основания. И из фраги он берет то, что такое понимание концептуального фрага, из понимания смысла фраги, он берет ту часть, и фраг говорит, что это модуль презентейшн, способ презентации референта. Вот понимание смысла, как способ презентации референта, оно мне более-менее понятно. А что вы вкладываете в понимание символическое? Если вы можете объяснить, учитывая, что, насколько я понял, для вас важно, что именно концептуально объясняете через символическое, могли бы вы объяснить вам понятие символического в вашей комплекте? Да, это вопрос, комбинированный с репликой. Поэтому реплику, я думаю, мы все... Реплика, очень спасибо вам за очень интересные соображения. Вот они действительно для меня важны. И для всех присутствующих. Что касается биографии эволюции Пикока, то, конечно, сейчас, вот с учетом его обращения к нормативности и к морали, возможно, идея неконцептуального содержания не играет такой существенной роли, как в 90-е годы, на мой взгляд, вот в 90-е годы эта идея играла. Для него это было так же принципиально, как для Трецки или Макдауэлла, доказать существование такого неконцептуального содержания. Поэтому прошу вас... Я просто отсылаю вас к работе, где он действительно... Палогин этой идеи. Она называется «Неконцептуальное содержание. Виды рациональности и отношения». В 94-й год в журнале «Mainton Network» опубликована большая статья. Вот. А также к идеям его монографии «Studio of Concepts» исследования понятия 92-го года. Там тоже он очень активно доказывает идею наличия неконцептуального содержания и ее необходимость. И, собственно говоря, экстренализма. Что касается второго, то... Вот. Обратите внимание. Вот я... Вот вы хотите коротко, да? Вот давайте коротко. Вот берем мы работу бесспорно-классическую. Бесспорно-классическую. Вот уже, которая относится к пост-веншинянскому периоду, когда начинается переход от языка к опыту. И одна из первых таких работ – это исследование истинной интерпретации Дэвидсона. И вот мы видим очерки, очерки и так далее. По крайму там, по интерпретации. И метафора. Метафора. Вот. И для тех, кто не готов к пониманию того, что, собственно говоря, эпистемология опыта становится не формально аналитической, а скорее символической и во многом в чем-то схожей с подходами герминевтики, эта глава Дэвидсона окажется совершенно чуждой. И рано, как ей, если выбрать вторую книжку «Разум месяцная история Патнома». Читаем «Мозги в бочке», дальше идет эпистемология, интернализм, и вдруг ценность, факты ценность или история. То есть вот эти ходы, вот эти ходы – это и есть, собственно говоря, переход к тому, что я понимаю под, собственно говоря, символическим пониманием опыта. Когда предметом эпистемологии восприятие оказывается не, собственно говоря, ощущение сенса, а предметом эпистемологии оказываются вот акты в какой-то степени культурно преобразованного опыта, уже субъектом которого, если выступает индивидуальность, то это может какая-то отдельно взята гениальная индивидуальность. Но это не часто. Обычно все-таки это уже носителем этого является коллективный субъект, не зря folk psychology, который, кстати, Пикок предложил немалые усилия в ранний период, так развито в наше время. Поэтому вот я полагаю, что без… Но я понимаю символизм исключительно аналитически. То есть я не понимаю его в духе там символизма художественного или символизма там трансцендентально ориентированного. Я вот понимаю вот так, как его еще, как у Айтхед предложил. То есть символизм – это необязательно концептуализированный, необязательно отрефлексированный переход от содержания нашего опыта к неким действительно вот этим сценариям, дискурсам, которые определяют наше мировоззрение в целом, а не только нашу жизнь, да, нашу деятельность и так далее, да. – Пожалуйста. – Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. – Опыт животных где-нибудь затрагивается? – Ой, конечно, знаете, вот я даже вот когда недавно взял на дом, ну вот докладу, благо, что докторам дают на дом книжки пока еще… Не все, конечно, но дают, я взял вот две монографии Пикока. И вот действительно вот в 80-е годы он был очень озабочен вот этими вопросами, вот вопросом в том числе о соотношении между восприятием человека, животного, вот. Но в какой-то период Пукак не пошел по пути, который характерен для теоретиков сознания. Хотя вроде бы вот, судя по зачаткам, вот Кристоферу Пикоку вот получается, ну, 72 или даже уже 73 года исполнилось. Я, честно говоря, не знаю, когда он родился, но либо 73 года. А свои первые книги он написал весьма-весьма молодым. Вот книга «Сенсен Контент», первая монография, 33 года написана всего, было, да. То есть вот молодой Пикок, да, молодой Пикок, он действительно выступал как теоретик близкой к психологии, в том числе и зоопсихологии. И перед ним открывалась дорога, схожая с дорогой, ну, если не Денни, то, по крайней мере, Чаунерса или Джексона. Но он не пошел вот в это направление. Он пошел в сторону эпистемологии. Он пошел в сторону вот по пути вот Делиценианского, скорее, и понемножечку вот эту тему он оставил. Хотя вот при обсуждении моральных феноменов он все равно, так или иначе, все равно заправил вопрос, который вы отметили. То есть вот этот натурализм, позиция Пикока, она очень близка к натурализму во многих вопросах. Приветствую, Сергей Витальевич, не уважай, Саратов. У меня два вопроса, надеюсь, ну, они будут короткими и, судя по тому, что у нас мало времени, короткие ответы у меня будут дворя. Первый. Вот современное понимание атома, я имею в виду физику современную, заслуги концептуальны. Можно ли рассматривать демокритовские атомы как пример неконцептуальной конструкции? Даже не конструкции, а идеи. То есть эта идея является примером неконцептуального содержания, на Ваш взгляд? Да, нет, нельзя. Потому что, ну, как бы здесь идет речь вот о чем. Не о том, что некоторые философские идеи, концепты, они присутствуют в такой вот созерцательной форме или выраженной форме метафорической, как большинство досократических концептов. Как вы знаете, досократический период вообще не делалось никакого различия между философией и поэзией. И в этом плане философы, многие философы были поэтами, а поэты философами. Здесь немножко другой, другой немножко вообще контекст. Пикок, он просто полагает, что есть содержание нашего опыта, которое принципиально не может быть концептуализированным. То есть вот, пожалуй, все. А он не пытается понятия представить как отчасти понятия нерационального характера. Понятия у него вполне рациональны. Просто пытается понять, что, пытается доказать вот этот вот свой принцип, что рационализировать содержание опыта без какого-то нерационализированного остатка не концептуального невозможно. А вы вот, ну, ваша проблема, она очень интересна, вот, и в аналитической философии она очень активно обсуждается, да, вот, скорее, идея неконцептуального понимания самого понятия, да, вот, в данном случае атома Демокрита. Спасибо. И второй вопрос коротенький. Вот, судя по тому, что вы говорили о Питковке сегодня, у меня вызывает опасение, что понятие аналитическая философия начинает размываться и сохраняется лишь стилю идентификации группы людей. Вот мы относимся и к этому направлению. Но если аналитическая философия, насколько я знаю, связывается все-таки с Витгенштейном, с так называемым лингвистическим поворотом, то вот Питков и другие осуществляет еще больший поворот от, собственно, естественного языка к языку в широком смысле слова, к символу. Я не вижу тут основания для того, чтобы сохранять так называемую аналитическую философию. Это просто философию. Нет? Я полностью, всесторонне вас поддерживаю. Пусть аналитическая философия и будет такой вот настолько трудной для определения, что ее невозможно будет определить. И в этом плане она будет похожа на платонизм, на немецкую классическую философию, на герменевтику, которую тоже определить, наверное, невозможно. Что касается вашего суждения о центральном положении лингвистического подхода в аналитической философии, то как раз Питков представляет собой некоторую иную линию. В этом смысле Пикок является антиподом философов типа Дамита, которые видели, что в аналитической философии исключительно набор семантических проблем. Почему Дамит даже произвел модернистское переописание истоков аналитической философии в выводе Фреге как единственного основоположника, проигнорировав отчасти факт, который несколько иной, а именно, что аналитическая философия, если все-таки очертить ее какими-то наиболее такими очевидными эмпирическими рамками, она возникла все-таки как эпистемология. Она вышла из Мура прежде всего. Теория Мура, она была самой первой, когда еще Рассел думал, что он политиком будет. И вообще, когда еще Рассел даже логикой еще толком и математикой не занялся, уже он это все создал, и поэтому так или иначе получается, что в данном случае, почему в какой-то степени мимо Витгенштейна все это идет? Потому что, да, вот эта группа аналитиков, они полагают, что сторонники лингвистического анализа, они подчинили суверенную среду опыта некому игу языка. Вот, и получается, что здесь вот это вполне такое обоснованное течение, которое вот действительно восходит к самому раннему этапу, к неориалистическому этапу. Вот, и, а есть более радикальные формы, ну вот Грэм Харман, допустим, со спекулятивным реализмом, так это вообще чуть ли не буквально реставрация, к примеру, Мура-Расселовского подхода. Вот, то есть, все-таки Пикок, он не догматичен, вот как Харман, но он просто вот полагает, что подход Мура-Рассела во многих отношениях настолько удачен, что его даже менять не следует. Спасибо. Так, большое спасибо. На этом время у нас, к сожалению, заканчивается, нам нужно сейчас прерываться. Еще раз давайте докладчика поблагодарим. Спасибо большое. Виталий Вич.